Спонсор показа наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Мы с вами вчера хорошо продвинулись по очередной теме относительно современных течений мусульманских. И эта тема ас-саляфие, то есть саляфиты. Сегодня, я надеюсь, мы эту тему завершим. Моя задача эту тему завершить. Книгу, которую за основу я взял, вам уже говорил про нее. Это Мухаммад Абдуллатыф Махмуд. Его книжка именно о современных течениях. Мне понравился его подход. Хотя я уже немало писал, даже целая книга. У меня есть «Как увидеть рай». В том числе по этому поводу. Но сейчас я пишу некоторые материалы. И уже один из них появился на umma.ru. Это вот про течение джамаату такфиру аль-хиджра, про такфиритов. И на umma.ru уже не только аудио лекция, но и текстовый материал. И вот по ас-саляфия. По саляфитам сейчас тоже отдельный материал пишу. Так что мы с вами эту тему сегодня дочитаем и уже окончательно поймем. И в свете вообще истории появления данного течения и современные реалии. Басминал. Мы вчера остановились на основных положения. Основные мысли и убеждения данного течения. Ну, мы сказали, да, основное там ханбалитский масхаб. Это мы все обсудили. Движемся дальше. Здесь, то есть с точки зрения того времени, то есть примерно 250 лет назад, это очень важная была такая идея Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, основателя этого течения. И сам процесс был очень важным оздоровительным процессом для мусульманской уммы вообще того периода, 250 лет назад. Потому что именно это течение, это движение, которое зародилось на территории современной Саудовской Арабии, оно призвало открыть врата Ичтихада. То есть изучение мусульманского богословия детального, то есть научное направление, богословские школы. И в то же время здесь он упоминает интересно. Потому что врата Ичтихада, богословской мысли, науки, они закрылись в 656 году по хиджри, когда пал Багдад. Я сам не историк. И вот сегодня как раз писал, когда этот материал. Надеюсь, он не упоминает, что это. Ну, так, может быть, я слышал, да. Но я посмотрел Википедию, конечно, вообще ужасаешься, что произошло в тот период, оказывается. Ну, говорю, я богословием занимаюсь, да, 30 лет уже своей жизни профессионально. А история – это не мое. Но здесь важно было, вот этот момент важно было в сноске пояснить. В Википедии это есть, поясняется. То есть представьте себе порядка, да. То есть сам Багдад, если брать по Григорианскому летоисчислению, это 1258 год. У меня же по коже мурашки. То есть, когда я там прочитал несколько абзацев, вообще ужасаешься. Но, честно говоря, сами же мусульмане в определенной степени виноваты. Роскошь, богатство их вообще расслабили и обезоружили в тот период. Даже в современных реалиях, когда я ни один ролик этого Навального не смотрел. Но один-единственный не удержался не посмотреть. Один из последних. И до конца, опять же, не досмотрел. На ходу, по-моему, за ужином поставил. И я даже, ну, обычно не смотрю во время еды, только слушаю. А тут, когда смотришь, есть и что-то такое внимательно смотришь, есть невозможно. Минут 20 я посмотрел, потом уже выключил, потому что рано вставать. Но я ужаснулся, конечно, тому, как… Ну, там все у них там… Я не сторонник подхода Навального, да. Но эти моменты, которые он там говорит, они очень сильно прослеживаются в элите российской. И, конечно, это очень для России очень нездоровая ситуация, когда люди на роскоши и на богатстве просто теряют голову. Это очень нездоровая ситуация. И вот Багдад, 1258 год по Григорианскому календарю. Это сколько лет назад? Ну, порядка 700 с лишним, да? 700 лет назад. Что там вообще произошло? Удивительно. Тогда произошло взятие Багдада монголами. Монгольские войска под командованием Хулагу – родной брат того-то, сын того-то, младшего сына Чингисхана. Так я понял, внук Чингисхана это был. И его союзники осадили Багдад. Но, хотя я сам изучал историю в советский период в школе, там было написано, что монголо-татарское иго. На самом деле татары никакого отношения не имели к этой ситуации, потому что они тогда уже были, задолго до этого, были уже мусульманами. То есть и Россия, и Казанское ханство, они все просто полегли перед дикостью Чингисхана. Но и в определенном этапе и Багдад тоже. То есть Чингисхан, конечно, знаете этот хадис, да? Я прямо сейчас даже, я когда читал, прямо вот анализируешь. Я не знаю, может, я такой восприимчивый на эти вещи, беды людей. Анализируешь, когда в общем на историю смотришь. . Говорил пророк Мухаммад . То есть тиран – это Божий меч. Им Всевышний наказывает, а потом от него избавляется. Удивительно. Но тогда Чингисхан и вот несколько поколений чингизитов, или как их там назовут. Называют историю. Я не историк. А не просто. То есть цивилизация того периода уничтожали. И бывший Советский Союз, если сказать, всю эту территорию. И Багдад. И вот Багдад – это 1258 год. Так вот, монгольские войска под командованием Хулагу и его союзниками осадили Багдад, столицу аббасистского халифата. Поскольку Багдад осмелился оказать монголам сопротивление, Хулагу в полном согласии с заветами своего великого деда Чингисхана обрек город на полное разграбление и уничтожение. Жители Багдада были по большей части все перебиты. Не избежали этой участия не избежал и сам халиф. Причем говорят, что как-то его там дико убили. 20 февраля 58 года последний аббасидский халиф Мунтасар по приказу Хулагу был казнен. И вот здесь более чем 600-летняя история арабского халифата завершилась. То есть я не историк, но фрагментами то или иное читал, изучал, да. То есть мы говорим золотой период мусульманского богословия. Первые века, первые три века, первые три поколения упоминаются Промоком Мухаммадом в хадисе после него. И вот 600 лет. За те 600 лет мусульмане убивали друг друга, уничтожали тоже немало. И захват власти был и так далее. Но арабский халифат он был, пусть даже со всякими внутренними разборками. Это была очень мощная империя. И Багдад был центром. Хулагу захватил в Багдаде поистине баснословное богатство. Все ценности собирались аббасидами 500 лет. Ну и на самом деле Багдад был очень богатым городом. А богатство, оно, как в Коране неоднократно говорится , то есть красота земной жизни. Тем более, когда просто богатство – это одно, инвестиции земные, вечные. А когда это уже роскошь, то это уже совсем другое. Это людей меняет. И в итоге не верхушка пострадала, которая, в общем-то, на этой роскоши расслабилась. А пострадало, огромное количество людей пострадали, которые жили в Багдаде. После вторжения Багдад был разгромлен, разграблен и сожжен. По примерным подсчетам, опять же это давно было, до миллиона жителей были уничтожены. Библиотеки Багдада, включая Дом мудрости, были уничтожены монголами. Книги кидали в реку, чтобы готить тигр. Ну, как я понял, то есть настолько много книг туда закидать, чтобы можно было по нему аж передвигаться по этому тигру. Багдад был разрушен и несколько столетий оставался грудой развалин, что изначально означало конец исламского золотого века. Вот эти вот 600 лет халифата и закончился. И вот как раз 1258, если посмотреть. И вот ас-Саляфия, когда эта волна появилась 1700. Какой у нас там был? 1700. Ну, вот если брать рождение Мухаммада ибн Абдул-Габа, то это 1703. Ну, считайте, он начал активную проповедь в 1730-м. 1258-й, 1730-й. Порядка 500 лет. Вот эти 500 лет. И здесь тоже не в этом материале про саляфизм, а вот в самой даже википедии говорится, что ислам просто ушел в себя. То есть наука, мусульманская мысль, то есть тогда, во времена халифата, до падения Багдада. Ну, мусульманская мысль, она развивалась. С философией, с историей, с астрономией, математика и богословие, в том числе. Но, и это было центром. И не было там компьютеров или еще что-то. И вот с приходом монголов они все уничтожили. И причем как раз даже пишется здесь тоже там, дом мудрости, библиотека, содержащая рукописи по множеству отраслей науки. Особенно по медицине и астрономии. Все было разрушено. Все разрушили, сожгли. Выжившие говорили, что тигр был черным, от смытых с рукописи чернил и красным от крови ученых и философов. Монголы сжигали дворцы, мечети, библиотеки, больницы. Прекрасные здания, стоявшие веками, были уничтожены. И вот здесь один из историков, как я понял, англоговорящих. Вон такая цитата в Википедии есть. Ирак 1258 года существенно отличался от современного Ирака. Еще времен Саддама Хусейна. Уж в очередной раз Ирак пострадал. Система каналов поддерживалась больше тысячи лет. Багдад был блестящим интеллектуальным центром мира. Это пишет какой-то западный восстаговед. Просто блестящим интеллектуальным центром мира. Падение Багдада было психологическим ударом, от которого исламский мир не оправился. И вот как раз я провожу параллель. То есть Божья милость, что вот эта волна Ас-Саляфия, она все-таки появилась, эта волна мысли, она появилась на Аравийском полуострове, там, в 1730-м году, когда он начал проповедовать Мухаммада Ибдамдуль-Вахаба. Потому что, на самом деле, это заставило мусульманское богословие вообще проснуться. И вот здесь этот историк пишет, Ислам столкнулся в 1258-м и после. Ислам замкнулся в себе после падения Багдада в 1258-м. Ислам замкнулся в себе, стал более консервативным, нетерпимым конфликтом веры и разума. С разграбления Багдада угас интеллектуальный свет Ислама. Это вот этот западный Стивен Датч, не знаю, не смотрел, кто он там. Но он пишет интересно. С разграбления Багдада угас интеллектуальный свет Ислама. Масштаб потерь был сравним с таким-то, там, таким-то. Монголы разрушили, то есть, все там возможно, невозможно и в итоге он практически уже не был восстановлен. То есть, они настолько разрушили, что восстановить его в первозданном виде уже все, он ушел в историю. И, конечно, вот интересно. Это уже чисто Википедия. А здесь, как раз, он говорит, что врата Ичтихада, то есть, там, как раз, вот этот западный востоковед говорит о том, что научный, интеллектуальный свет Ислама, он погас. И здесь то же самое говорится. То есть, мусульманское богословие, оно все, оно ушло в себя, в эту такую сухость, безжизненность и формальный таклит. То есть, когда просто повторяют, повторяют то или иное, повторяют и научной мысли нет. И вот, как раз, именно ас-саляфиин Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, когда появился на райском полуострове, вот со своей проповедью, возвращение к истокам. И, в первую очередь, в вопросах Единобожия. Он, как раз, заставил, в том числе, вот, мусульманскую мысль постепенно, постепенно, постепенно начать раскручиваться и развиваться. Ну, потому что, в том числе, ученые того времени, которые строго придерживались масхабов, их тоже, как бы, это заставило, что делать, знаете, искать аргументы. То есть, они просто повторяли, традиционно, вот так, традиционно, вот так, традиционно, вот так. А появление Мухаммада Ибн Абдул-Вахаба и критика, в том числе, в адрес тех или иных масхабов или суфийских течений, или еще чего-то, оно заставило всех остальных, хоп, и задуматься, да. А на что мы опираемся, а какой? То есть, богословская мысль начала оживать и возвращаться к истокам Корана и Сунны. И в этом был большой плюс. Повторюсь, я вчера сказал, в 90-х годах, когда, ну, так таковой салифизм появился на постсоветском пространстве, это был другой салифизм. И на нем вырос больше, то есть, это был больше такфиризм, еще скажу об этом. И на нем выросло, как раз, вот это вот движение такого обоснования террористических каких-то там действий, к сожалению. . То есть, основное, в тот период именно ас-салифия, как научные мысли, богословские убеждения, основной акцент был у них именно почистить вопрос единобожия. То есть, вот эту основу мусульманскую, понятие, что Бог один, почистить, чтобы ни у кого и ни у чего другого не просили, никому, ничему другому не молились. Чтобы постепенно мусульмане все-таки вернулись к первозданному виду таухейда единобожия. . Ну, такой вот кабр, который я забыл. Также, вот эта мысль научная, богословская, мусульманская, ас-салифия, это движение, там 1730-й год, основная часть проповеди как раз началась. . Основной, в том числе, они направили на то, чтобы устранить наслоившиеся нововведения, суеверия предрассудки, которые были распространены в тот период из-за невежества и отсталости научной мысли. Например, очень было распространено нам среди арабских племен Аравийского полуострова посещение разных могил тех или иных вроде как сподвижников. И все это там возносилось в чуть ли не какой-то там святой или чего-то там уровень. То есть здесь сразу вставочку сделаю, повторяюсь и повторюсь еще то, что салифизм того периода в чистом виде очень даже такой правильный, хороший, положительный, нужный исторический поворот для мусульманского богословия. Он оживил мусульманское богословие, пробудил мусульманское богословие, которое вот эти 500 лет практически находилось в состоянии спячки и такой формальной ритуальности, о чем не только здесь в этой книге говорится, в том числе в Википедии относительно падения Багдада. И вот это движение, оно оживило. Но повторюсь, что касается процесса 90-х, когда исламские фонды Саудовской Аравии начали открывать свои отделения на территории бывшего Советского Союза в отдельных странах, там Босния, Герцеговина, в Европе. Здесь момент пошел немножко другой. То есть получилось, что та пропаганда, которая велась, она получилась не очень научной, а получилось какое-то больше, опять же, хурафат. То есть определенная беда, то есть нововведения уже, саудийские нововведения и различного рода хурафат, это какие-то предубеждения, то есть больше саудийские. То есть у нас не получился акцент на Коран и Сунну с точки зрения возрождения богословской мысли в контексте нашего времени и нашей, там, российской или азиатской действительности. Нет. Получилось так, что информация, финансируемая саудийскими фондами, так начала поддаваться на постсоветском пространстве или отдельных участках Европы, что в итоге на этой информации выросло поколение, которое, то есть вообще полностью отрицало масхабы. Сейчас мы еще скажем об этом. И в том числе, то есть выросло поколение, которое в итоге подпитывало террористические группировки по всему миру. Особенно те точки, которые на тот момент появлялись. Это реально, это не мои какие-то слова, это реально сначала и Кавказ, и Афганистан, и Кашмир. И потом, когда уже все в Ливии началось, когда Франция проспонсировала повстанцев, начал появляться на этих деньгах ИГИЛ. Когда вот это пошло, Сирия. То есть с постсоветского пространства те ребята, которые за 15 лет набрались сегодняшних салифитских различного рода взглядов, сегодняшних, не тех изначальных, а сегодняшних, они как раз явились топливом для вот этого огня, или же там пушечным мясом для вот этих военных конфликтов. Именно они как раз подпитывали. И я это знаю не понаслышке. И в том числе, как бы пересекаясь в тех ситуациях или с кем-то общаясь, вот все эти истории, некоторые хотя бы отдельные истории знаю. И именно тогда, то есть я про проблему салифизма сегодняшнего, я говорил еще в конце 90-х, в том числе здесь материалы эти есть. То есть, как он проявился в наше время. Но меня никто не слушал. И только в нулевых проблема пошла. И когда Сирия, не знаю, лет семь назад она началась или восемь, даже тогда, я уже просто еще больше об этом начал писать, говорить. И вот только тогда, в том числе, одна из стран Средней Азии, я попросил, и говорю, дайте мне человека влиятельного, который на самом деле влиятельен, потому что у вас люди уезжают в Сирию. То есть вы должны понять проблему. То есть до этого предупреждения с моей стороны были, но я не государственный деятель, чтобы прям так широко предупреждать. И когда я пообщался, там в том числе уже, то есть там настолько сильные салифийские круги на тот момент были, они уже изначально подготовили этого человека. И сразу ему сказали, что Шамиль – ФСБшник, его не слушай. Хотя это один из самых влиятельных людей этого государства. И он мне прямо с первого слова сказал, ну, Шамиль… А, нет, один из них, еще один человек пришел, чистый. Вот он подпитался этими сегодняшними взглядами салифизма, и он сказал, ну, Шамиль, ну, мы же знаем, что ты ФСБшник. И все. То есть на этом, по сути дела, разговор с одним из самых влиятельных людей этого государства закончился. То есть, ну, так в общем, в общем, пообщались и все. Когда я сказал, что у вас есть проблема, вы должны ее решать. Люди ваши уезжают. То есть у вас идеологически. Он говорит, ну, мы проблемы свои решим, Шамиль. У России там свои проблемы. Лучше там решайте сами. Я сказал, не вопрос. Я в ваше внутреннее дело лезть не хочу, но… То есть, я к тому, что то, что произошло в 90-е нулевые, это не тот салифизм, который был в 1730 году, начинался как богословская мысль на Аравийском полуострове. В наше время салифизм, ну, даже элементарно, мелочи. То есть, если человек, когда дуа читает, руки держит. И потом Аллаху Икбар протирает лицо. Есть так называемые салифиты, которые говорят, он кяфир. Все. Он делает бид'а. . Вот такой это хадис. Все. Он кяфир. Потому что он протирает лицо. То есть, это еще в конце 90-х эти вирусы появились. По ним я тогда написал материалы. Четко, где, что, почему так делается, на чем основывается. То есть, все, как здесь говорится. То есть, возвращаться к основам. Вот аяты, вот хадисы, вот мнение ученых. Возвращаться к основам. Здесь, как раз, все это я расписывал подробно. Но мы попали в такой период, когда молодые и зеленые, выхватывая что-то поверхностное, называя себя салифитами, в итоге, на самом деле, подпитывались идеями такфиризма. И всех, кто с ними не согласен, называли слугами тагута или кяфирами. Так что вот это все намешалось за последние 30 лет довольно таким нездоровым образом. Давайте весь абзац прочитаем. Давайте, ладно, здесь остановлюсь. Вот это предложение было здесь, то есть в тот период 1730-е и далее годы по Григорианскому. Вот эта мысль салифитская, вот это течение в первозданном своем виде, оно в том числе сделало акцент на то, чтобы не было вот этих больших надгробий, не было мавзолеев, памятников, украшений. То есть это в том числе начали подчищать. То есть начали приводить в порядок. Очень часто бывает такой мавзолей, сякой мавзолей, пятый мавзолей. Вот здесь одно предложение есть. Вот это вот я на арабском даже набрал. То есть даже здесь взял словарь, он чисто богословский, арабский. Вот это шатахата турку суфия. Набрал на арабском и ролик вышел. Сирийский ролик. Сирийский ролик 19-го года. Ну, думаю, дай, ладно, послушаю. Слушаю один-двое минуты. Ну, там на сирийском акценте, но в любом случае все понятно. И там говорят, вот такие-то есть течения суфийские, вот такие-такие святые места. И потом показывают шейх такой сидит. Ну, это телевидение, телевизионная передача, такой шейх такой, аккуратный дядечка, все такая, аккуратная борода, седая уже, все. Аккуратная шапочка, аккуратная одежда, все аккуратно. И потом, когда он начинает перечислять, вот есть термин такой-то, если какой-то святой здесь сидел или был, вот есть термин такой-то, если он здесь похоронен, вот у нас здесь святое место, там святое место, здесь святое место, тут святой шейх, там святой шейх. он на арабском говорит. Господи, он там столько этих святых мест перечислил. То есть, вот это как раз мы в какой-то степени получили. С одной стороны, крайности суфистские и крайности салифистские. С одной стороны, здесь реально чуть ли не до боготворения каких-то суфиев, шейхов, а с другой стороны, просто слепой фанатизм, понимание того, что какая-то мелочь может быть ширком. И вот это столкнулось между собой. В том числе, политики сыграли на вот этом противостоянии, в том числе и на территории Сирии. И Афганистана, и Кавказа, и Сирии. То есть, вот эти две силы, по сути дела, крайние. Потому что есть золотая середина. И у суфиев золотая середина есть, и у салифитов золотая середина есть. Но здесь вот эти две крайности, их между собой конкретно столкнули. И в том числе, их вооружили, чтобы они друг друга убивали. Ну, не суфи, суфи это не убивают. Хотя, не знаю, там какие-то группировки есть или нет у них в Сирии. Но, может быть, защищались. А вот другие, конечно, крайние салифиты или на самом деле такфириты, они, конечно, там творили просто нечто. С криками Аллаху Акибару. И очищением ислама от каких-то там язычеств. Но в чистом виде, да, то есть, вот те наслоения, которые были, в том числе и суфийские в тот период еще 18 века, тогда тоже вот эта мысль салифитская, богословская мысль, она в том числе начала это подчищать и выводить вот эти наслоения из практики. Далее. . Ну, это я сказал. То есть все то, что на тот момент делалось, оно пробудило мусульманскую мысль вообще в мире. . Потому что порядка 500 лет было то, что просто-напросто волочило какое-то свое существование мусульманское богословие. Оно в себе закрылось, мусульманское богословие. Оно отстало от времени мусульманского богословия. И оно хумуль – вялость, расслабленность. И было просто слепое подражание. То есть с падением Багдада, золотой период мусульманского богословия, он ушел просто в прошлое. 1258-й. И, по сути дела, он начал возрождаться, все это начало на таком жестком, активном режиме уже 1730-й год и далее. То есть сначала это движение в здоровом виде . И в том числе вот это слепое подражание. То есть 500 лет все это в таком замороженном состоянии и это начало оживать . То есть в том числе озаботились тем, чтобы обучать вообще людей и поднимать их культурный уровень. . Чтобы люди на самом деле, то есть мысль научная, богословская, культурная, чтобы она возродилась. . Это наше время. В наше время это другой. Это не салифизм, а такфиризм. В наше время уже пошел процесс уничтожать. Это отрицать. Это памятники культуры, памятники. То есть это уже чисто политика была. Опять же, наверняка никто не помнит, но я помню, когда показывали. То есть был период, опять же, не знаю подробности, все эти не отслеживаю, но экономические материалы читаю. Был период, то останавливались военные действия в Афганистане, то нет. И вот однажды на каком-то периоде они остановились. Вроде как Талибан, что ли, там навели порядок. И хоп, по всему миру показывают. Какая-то группировка Талибан подъезжает к буддистским статуям в горах, которым тысячи лет, и начинают их взрывать. Вы не помните это? Все каналы мира показывали. И после этого начался очередной крестовый поход Америки в Афганистан. И потом, примерно через год, то есть когда они поменяли власть, ну, в смысле вот тут дикари, эти талибаны, надо их снять. И когда их сняли, кого-то других поставили, РБК, российский журнал, бизнес-журнал РБК, писал, там сколько-то, 55 или 59 областей в Афганистане. Он писал, после прихода американцев в Афганистан, сначала они организовали эти взрывы. То есть все это через подставных лиц то или иное. То есть вроде как дикие талибаны тут взрывают древние статуи этого буддизма, там, тысячелетней давности. Да никто им не поклоняется. Они никому не нужны. Они в горах, как памятник истории. Нет, это все преподнесли. Нам, в том числе, имамам нужно было доказывать на телевидении, что нет, это не ислам и так далее. Ну, то есть с чистой воды политика грязная причем, лицемерная политика. После этих кадров по всему миру Америка опять заходит в Афганистан и через год РБК пишет, из 59, сколько у них там в области, 57, все засеяны, что они там выращивали, опиум или что-то там. Все засеяны наркотиками. То есть в итоге талибаны боролись с этим, а когда пришла власть американская, там про-американцы. Они эту ситуацию отпустили, там за год с небольшим, все, все засеяли. А это в итоге наркотики, которые идут куда? Да, в Среднюю Азию, Россию и Европу. Америка все равно далеко, пока до них там дойдет. Да и не дойдет. Вот. То есть вот это такая грязная политика, просто удивляешься, поражаешься. А народ все вот это хавает, всю эту гадость. И думает, что ислам виноват, мусульмане плохие, там взрывают какие-то статуи. Ни мусульмане, ни ислам никакого отношения к взрывам этих исторических памятников вообще не имеют. Да не нужны никому эти статуи были. Там стояли себе в горах, где-то в Афганистане. Никто им никогда не поклонялся. Но при желании вот так все это можно развернуть. А на самом деле, если говорить о той богословской мысли, которая тогда начала возрождаться после 1730 года, так называемая Ас-Саляфия, в тот период начала возрождаться, если говорить об этой богословской мысли, то на самом деле здесь было все в очень здоровом, таком здоровом виде. Пробуждение научной мысли. . В том числе, чтобы богословская мысль, она возвращалась к аргументам. Не вот эти наслоения повторялись из поколения в поколение. Такой слепое подражание. Нет. Чтобы искали, то есть научная мысль возродилась и был, в том числе, поиск аргументов. Аргументировать прямым аргументом, косвенным аргументом. То есть все это начало возрождаться. . И вот это движение Ас-Саляфия, они призвали в тот период, в том чистом виде, они призвали, в том числе, к выполнению исследований, к работе с Кураном, Сунной и вообще мусульманским наследием, которое сохранилось на тот период, со всем этим работать, дабы в итоге находить аргументы. И вот только после этих аргументов соглашаться с той или иной мыслью, а тем более применять ее. То есть, прежде чем согласиться с чем-то, они именно прорабатывали все с точки зрения аргументации, основания, базиса именно аргументов. И никакой практики пока не будет понято, откуда это взято вообще. Потому что много вещей насладилось, которые вообще ни к Курану, ни к Суне не имеют никакого отношения. У самого шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, у него несколько книг, в основном они все вокруг таухида, тематики Единобожия. Как я сказал, в свое время, в 90-х в России, в конце 90-х, начале нулевых, она была запрещена в русском переводе. Но по той простой причине, что ее применяли именно террористические группировки на постсоветском пространстве в качестве какой-то идеологической книги. Хотя, на самом деле, это все вот такое. Подмена, подмена, подмена всего была. Что касается корней этой богословской мысли и этих убеждений, то корни, там три момента, три пункта. Первое – имам Ахмад ибн Хамбал. То есть имам Ахмад ибн Хамбал – это 164-й. В 164 году хиджри он родился, в 241 году хиджри он умер. Это известнейшая личность имама Ахмад ибн Хамбал. Потому что сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, он следовал, по сути дела, из детства и в тот период. Арабские племена следовали, в основном, вот та местность, ханбалитскому мазхабу. Именно он отталкивался, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, во-первых, от трудов Ахмада ибн Хамбаля, во-вторых, от трудов ибн Таймии. Ибн Таймии – это 661-й, 728-й годы хиджры, его годы жизни. И Мухаммад ибн Хаим Аль-Джаузия. Это уже 691-й, 751-й годы хиджры. То есть это уже 7 веков назад. Вот эти три ученых, Ахмада ибн Хамбал, ибн Таймия и Мухаммад ибн Каим Аль-Джаузия. Именно они явились фундаментом для всей богословской школе салафизма. То есть они явились здоровым таким фундаментом. И как раз работы Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, они явились как отголосы, как эхо вот тех мыслей, которые были сформулированы Ахмада ибн Хамбалем ибн Таймия, а потом уже Мухаммад ибн Каим Аль-Джаузия. Вот как раз Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Его работы, они явились эхом тех работ. И он уже как бы их перевел, их мысли перевел уже в современную для него действительность, в конкретные действия. Далее, что касается распространения и появления, то на начальном этапе в Рияде, потом уже в Мекке и потом уже в Медине постепенно началось распространение мыслей и идеологии и вот этого богословского течения, которое было сформулировано Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. И нужно понимать, что он ставил во главу угла именно возрождение мусульманского богословия, возрождение базиса аргументов и, в первую очередь, единобожия, чтобы убрать все языческие наслоения. Но последние 30-40, может быть, 50 лет, это чуть-чуть другой салифизм он пошел. Это уже там . Это уже такие идеологи уже последних десятилетий. И нужно понимать, что там уже немножко другой момент пошел. Акцент ушел в мелочи. Очень здорово ушел. И там такой крен, конечно, был серьезный. То есть все противопоставить другим асхабам. Ну, по сути, как бы создать свой до мелочей. Это уже чуть другая действительность. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто там свои нюансы финансирования и уже определенных таких идеологических, в том числе политических интересов. И здесь говорится, потом уже, в последующем, 1730-й примерно год и дальше постепенно Рият Меккому Караме, 1730-й по Григорианскому. Потом Медина. И дальше уже через паломников эти идеи начали расходиться по всему миру. И вот как раз некий такой отпечаток из следы. То есть распространение этой такой здоровой богословской мысли, которая оживило мусульманского богословия мира, оно, в том числе, через паломников начало распространяться по миру. И как раз явилось как неким таким . То есть оздоровление вообще в мире в целом, в исламском мире именно богословской мысли. Ну, вот это основные моменты. Здесь один абзац я вам процитирую. Он здесь . То есть как выглядит течение саляфитов сегодняшних. То есть я постарался вам вчера и сегодня объяснить разницу того, что было во времена Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. И, в том числе, приводил пример из того, что было в 90-х, нулевых, на постсоветском пространстве. Что, к сожалению, вот на этой волне саляфизма переросло в таквиризм и в терроризм. То есть это, опять же, из-за нас же самих, из-за недостаточности богословского просвещения. И здесь, к сожалению, начал включаться рычаг административный запретов, 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 ограничений. Хотя, на самом деле, должен был включаться рычаг богословский. То есть развитие богословской мысли. Об этом, в том числе, и президент Путин говорил, конечно, по-моему, еще в 2008-м. И призывал к этому, чтобы мусульманское богословие развивалось. Но, как я вам сказал, несколько недель, на самом деле, почему-то никто в этом не заинтересован. Никому это не нужно, по факту. Ну и пока что все это так. Если люди ответственны, имамы, то они развивают, по крайней мере, себя и свои общины в этих вопросах. Если нет, то, как обычно, все это формальность и вывешивается табличка «Традиционный ислам», где научности практически нет, а просто какое-то слепое фанатичное исследование каким-то местным, народным или национальным традициям в мусульманском таком обличии. И вот это нюансы как раз и современности, в том числе. И вот внешний вид. Здесь он говорит про саляфитов египетских. Ну, он сам египтянин. И в том случае в контексте египтов, он разбирает эти течения современные. «Во ястатэй у айу инсанин беззухоле айу мэйз афрады литтэджаха салфи мэн бэйн афрады литтэджаха ахра в мэср». «В далеке б лебаси хим альттэклиди, альдэйтэмэсэл фи-ль-джелбаб, аль-кмэйс, влазь эгадь ээйтээпрсrophy рэйль в хэлиджэл арабы. «В эээдээ зэя гиб аару бэйн твэтьэтэдээм Алэдэй бэйн нэфс ээээ Seaан в бэйн афрады». Ну в целесunted таких моментов касательно внешнего вида. Он говорит касательно внешнего вида. Человек может легко отличить людей, которые следуют именно этому саляфийскому движению в Египте. Их легко отличить в целом в толпе людей, в обществе. Почему? Потому что они одеваются так, ну, таклиди. Это по некому такому, ну, таклид, опять же, это следование чему-то. То есть они копируют те времена, которые были… Времена пророка, исподвижников, они одевают длинную рубашку. Это вот даже джалябия, по сути дела, это мужское платье в виде длинной рубахи. Вот тут, когда этот момент, я сейчас читал, я думаю, вот иногда говорят, женщинам запрещено одевать брюки, потому что брюки – это мужская одежда. Ну, послушайте, ну, я не против того, что кто-то так думает, кто-то так говорит. Но утверждать однозначно по Корану и по Сунне он не имеет права. Говорит, что здесь женщина похожа на мужчину, поэтому она проклята. . Есть несколько хадисов по этому поводу. И порой некоторые… Есть национальные традиции. Например, на Кавказе женщине нельзя ходить якобы в брюках. Но на самом деле… Я не против там традиций, пожалуйста. Я говорю с точки зрения Курана и Сунны. С точки зрения Курана и Сунны должен быть закрыт аурат. И в этом случае, если женщина оденет брюки женского покроя и оденет тунику, которая опускается на бедра, то в этом случае никаких проблем с точки зрения закрытия аурата канонически, с точки зрения Курана и Сунны, у нее нет. Если кто-то говорит какое-то мнение, да не вопрос, пожалуйста. Или у них не принято, чтобы женщина одевала брюки, да пожалуйста. Потому что здесь момент другой. Вот, например, те же самые саляфиты, да, например. Если братья, они проберут, что вот времена Пророка. Они одевают, вот он при Египте говорит, они одевают, это так и называется, мужской платье. Если там женские брюки, то джалябия – это мужское платье в виде длинной рубахи. Мужское платье. То есть в нашей действительности это не одевают, но это ненормально. Скажут, какой-то странный, что он в таком платье ходит. Да, это будет как-то странно. То есть мужчина похож на женщину, в платье ходит. Но никто же так не говорит. То есть зачем женщине запрещать брюки, если они женского покроя и необлегающие есть туника сверху. То есть у него аурат закрыт. То же самое мужчина. Хочет он платье одевать, да пусть его одевает этот араб. То есть сами египтяне обычно так не одеваются. А вот именно саляфиты они любят одевать мужское длинное платье. По-саляфитски похоже на времена Пророка. Но на самом деле похоже, если он говорит, на тех, кто живет в Халиче. То есть Персидский залив. То есть в Персидском заливе, да, мужчины так одеваются. И такую одежду одевают. Не вопрос. Это говорит просто о внешнем облике их. Хорошо. Они одевают под этим мужским платьем одевают штаны. И обычно, он говорит, у них белый платок. То есть он говорит, саляфитов в Египте очень легко определить. Ну, у них там обычно определенные формы борода, да, белый платок на голове и длинная рубашка, обычно белая. Ну, и не белая бывает. Длинное платье-рубашка. То есть мужское платье. Вот их, говорит, сразу можно легко определить. Но здесь интересно. И, говорит, по сути дела, смысл в том, ну, он говорит, есть . Основная причина в чем? То есть, ну, какой смысл они в это вкладывают? Чтобы аурат не выделялся. То есть, не… Вот, чтобы эта одежда не облегала. Вот, облегающая одежда. Человек одел джинсы. Они же облегают, бедро как бы облегает, да. Вот. Форму бедра показывает. То есть аурат закрыт. Но там своя заморочка. То есть, что нужно прямо вот, чтобы вот и женщина вот так одевалась. Ну, чтобы вот так вот все платье. И там никап. Чтобы у нее закрыто было лицо. То есть вот они так как бы и трактуют. Когда я сказал, что в Коране нету аята про платок. Вот я говорю там, на меня такая волна в интернете началась. Что я там кяфир, там кяфир и так далее. И ставят аят. Аят, который я цитировал и пояснял даже в богословском моем переводе смыслов. Он является основой хиджаба женщины. Да. Но про сам платок просто не сказано. Просто это трактовка. Но народ это не понимает. Когда человек неграмотный, он не догоняет эти вещи, просто вырезает что-то из контекста. То есть, поэтому вот это тоже такой салифитский подход, что на женщину нужно вот так вот что-то надеть. Вот так. Там в аяте не так не говорится. Так понимают некоторые. Не вопрос. Там о другом. Но салифиты понимают, что нужно вот на женщину вот так вот одеть. Все закрыть. Все. И вот так вот, чтобы бесформенно. И мужчине тоже. Ему нужно надеть такое мужское платье, которое вот так вот все формы убирает. Не вопрос. Если человек хочет, а хочет, пожалуйста. Главное, что? Чтобы он не утверждал, что это единственное верное. Что это по Корану, по Сунне. И что он такой правильный, а там правильный, а все остальные заблудшие кефиры. Вот этого только не надо. Хочешь таким формам следовать в том или ином, да пожалуйста. Дальше идет. То есть основная богословская именно мадраса, то есть школа, к которой относится данное течение. . И здесь нужно обратить внимание на то, что вот салифитское течение, направление, оно по сути дела все выросло из ханбалитского мазхаба. Потому что и ибн Таймия, на основе трудов которого Мухаммад ибн Абдул-Вахаб все формулировал. Ибн Кайм аль-Джавзия. Оба они были мучтахидами ханбалитского мазхаба. . То есть это библиотеки, книжные издательства. И это даже видно в том числе, то есть именно все строится на ханбалитском мазхабе. И фетвы, и книги, которые распространяются их издательствами и в их библиотеках. По сути дела, закончилось. Точку здесь ставим. Но я прошлую пятницу чуть-чуть, кратко, но я хочу еще раз конкретно по этому поводу пройтись. Иншал, живы, здоровы будем. В эту пятницу как раз я с этого начну. Пораньше, иншал, начну. Я повторно, то есть прошлую пятницу мы с этим завершили, коротко получилось, обрывисто. А я хочу так более капитально завершить. Здесь самое последнее в этой теме ас-саляфи идет . То есть те три вида саляфитов, которые есть в наше время. Я это уже упомянул в самом начале. Прошлую пятницу в самом конце вааза. То в самом начале вот этого повествования. Но я как раз этим и завершу в пятницу, начав с этого, чтобы уже было еще более четко понятно вот это разделение, что, к чему и как. То есть вчера и сегодня я постарался разделить вот эти моменты, где что, с учетом современных реалий. Но в пятницу, иншал Аллах, у нас с вами понедельник, вторник, среда, некие такие баазы, до полуденного намаза. И вот так раз в пятницу на баазе, иншал Аллах, пораньше начну. И вот эти три вида современного саляфизма мы с вами итогово разберем. То есть реалии действительности и современности. Это полезно, я считаю. Потому что интернет на сегодняшний день, он очень неграмотен. Смешивают саляфизм, а на самом деле пишут саляфи, а на самом деле это чистые воды такфериты, которые обзывают других кяфирами. То есть здесь все-таки очень важны эти вещи. По моим наблюдениям идут войны информационные между разными течениями, в том числе в интернете. Уже уровень невежественный в обзывании друг друга кяфирами. А в изучении темы, раскрытии корней, в современных в том числе проблем, этим практически никто не занимается. То есть просто свои идеологии толкают, используя современные технологии. А объяснять людям вообще популярно, не объясняют. Так что мы с этого начнем в пятницу и этим завершим. Следующий понедельник, вторник, среда. У нас Совет Улемов плюс, по-моему, какое-то мероприятие в Духовном управлении Мусульман Российской Федерации по Президиуму и по всем делам. Поэтому у нас Ваазов, ну, он как бы это так, мы же просто дополнительно с вами движемся информационно. Но для нашей интернет-аудитории, сразу скажу, в следующий понедельник, вторник, среда, наверняка этих Ваазов не будет. Одну неделю пропустим, потому что я буду занят именно работой Совета Улемов Дум.РФ и Президиума Дум.РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова